быть в диалоге с ребенком постоянно и то же самое вот и в этом возрасте с 3 до 7 лет мы тоже здесь обсуждали о том что вот по поводу даже тела да а чем мальчики отличаются от девочек да там а что такое у там у папы и вот очень многие что же впадают в панику что такое я спрашиваю что такое говоришь вообще не думаю о том что у детей нет опыта да еще очень важный момент что я всегда говорю о том что важно давать реальность понятное дело что мы даем реальность учетом возраста ребенка да и с учетом подбираем слова но всегда да мы делимся полезной информации и честно я кстати вот за этот вот совет очень благодарна потому что как только я что-нибудь хочу такое придумать чтобы что-то объяснить я сразу вспоминаю о вас что нужно говорить правду и просто становится понятно что никаких монстров летающих нет которые сейчас детей в капусте не находят никакие монстры сейчас не прибегут и не съедят тебя если там не будет что-то делать сразу хочется как-то нормально разговаривать правда вы просто только говорите детям правду но естественно как вы сказали согласно их возрасту да и все уже тогда гораздо проще это общение не надо энергии тратить на вот эти выдумки какие-то непонятные полностью согласно поддерживает если можно вот небольшое как бы резюме вот основные такие моменты которые мы уже проговорили но на которых вы хотели бы сделать акцент для наших родителей мы сегодня очень много тем таких затронули ну разным да и конечно чтобы это обсуждать нужно еще хотя бы несколько стрельста но давайте попробуем сделать ну скажем так выводы дали сегодняшней передачи из и все скитаясь какие-то рекомендации родителям а по общению с детьми вот от семи там до 14 лет скажем да на мой взгляд все очень просто банально как бы это ни звучало да потому что своих детей нужно любить нужно принимать такими какими они есть да не забывайте о том что четко наверное разграничивать свои желания и желания ребенка да и не удовлетворяется свои потребности через ребенка да потому что очень часто сталкиваюсь тем что амбиции родители до удовлетворяются за счет их нарциссического продолжения да об этом не нужно забывать потому что ребенок к вам ну и родители дает абсолютно два разных человека с разными желаниями с разными потребностями и детей нужно слышать до слышать то что они хотят да и там где вы можете себе это позволить до идти им навстречу и соответственно до удовлетворять их потребности и думать о том как будет хорошо им вот с этим совсем да конечно мы сегодня много всего сказали да но очень важно чтобы родители прислушивались к детям да и включались в них потому что понятное дело что с одной стороны родители ими движет такой благой мы благой мотив до защитить до этого чтобы у них не было того опыта который я свое время они например получили но в этом весе смысл что родители не всегда будут рядом со своими детьми и они должны получить свой жизненный опыт и какой будет зависит от родителей в том числе потому что если они позволяют это один момент а если они позволяют это абсолютно другое и напоследок не могли бы вот расшифровать просто я слушаю что вы говорите что такое вот для вас принимать ребенка таким какой он есть что это такое ну прежде всего не требовать от него того на что он не способен любить его потому что очень часто да случается ну вот я уже приводила пример к сожалению это такое да когда родители отправляют какие-то школы или на какие-то кружки которые ребенку но абсолютно не подходят или ребенок занимается ну я думаю что здесь все исходит из чувства родителей потому что в свое время было желание ходить в ту же самую музыкальную школу но это не было желание да не ребенок а ребенок в силу того чтобы не разочаровывать родителей и чтобы не потерять их любовь потому что в любом возрасте для ребенка самое страшное да это потерять любовь родителей даже если 55 не имеет значения поэтому да ребенок ходит в эту в эту музыкальную школу до чтобы не разочаровать другое дело когда ребенок понимаете может может дать искать мам мне не нравится эта музыкальная школа и не хочу туда ходить и мама это вот принимает и она понимает он говорит это не мое желание да вот есть ребенок это осмеливается вот на такое это говорит о том что у них очень классный уровень доверия и в семье можно говорить на разные темы и ну это вообще очень здорово и есть такой момент спасибо вам большое а сейчас мы обращаемся к вам уважаемые наши зрители с тем чтобы вы написали нам ваши вопросы или какие-то комментарии если возникнут потому что мы а потому что мы очень надеемся что юлия владимировна к нам еще раз придется и мы поговорим уже на какие-то более узкие темы да чтобы было понятно более подробно темы которые будут интересны с примерами с практическими может быть какими-то занятиями потому что это конечно общая сегодня тема глобально обширная для привлечения внимания к ней спасибо большое за приглашение очень приятно да очень приятно всего доброго до свидания а